Приветствую вас, мои дорогие любители Азии! И сегодня я в этом странном, замечательном косплейном образе, который явно должны узнать многие, как минимум. Догадались, кто я? Если догадались, пишите в комментариях под этим видео. Ну а я расскажу, что да, это образ некой лисицы, и сегодня у нас тема призраки. Да-да-да, я сегодня вам расскажу о том, что за странные шорхи происходят у меня на работе. Поэтому, если вы готовы к этой будоражащей крови в Story Happens, не забудьте налить себе чаёк, кофеёк и запастись снэками. Ну что, готовы? Тогда поехали! Так вот, не надо сейчас вот кидаться и плеваться в замечательные экраны за того, что я косплею. Если вы ещё не в курсе, я вообще-то косплеер со стажем, и многие новые косплееры должны как бы в ножки кланяться, ручки целовать. Ну я не хочу прям до такой степени, ну хотя бы лёгкого уважения мне хватит. Начнем с того, что я, как многие из вас уже знают, работаю. И эта работа находится в больнице. Ну что ещё может быть прекраснее, чем больничный призрак? Ну прям сразу начинаю вспоминать все возможные больничные страшилки и так далее. Потому что, во-первых, я даже не знала, что происходит. Меня этому, так скажем, подготавливал начальник, и говорил про какие-то странные звонки, происходящие по вечерам. Ну естественно, я смеялась и говорила, что да господи, ты боже мой, да там, наверное, просто линия как бы не та, не ся. Позвонили не туда, а потом решили покрыхтеть немножечко в трубочку. Что же вы так переживаете-то? Но всё начало, как бы, набирать свой замечательно синистеровый оборот. Я новенькая, понятное дело. Я, ну вы знаете, у меня, чтобы я приключением призрачного уровня не схватила на свою замечательную вангу, такого точно не бывает. Поэтому, естественно, я была готова к тому, что если я буду перерабатывать или оставаться вечером, то со мной должно, ну, стопудово что-то произойти. Ну, что-то не произошло. Либо призрак меня испугался по первой стиле, либо, я не знаю, но истории от моего начальника просто продолжали литься. То, что вот кто-то звонит, то, что, по идее, никого нет в здании, а вот там кто-то где-то скребётся, что какие-то тени ходят, значит, в определённых комнатах. Только в определённых комнатах, слава богу, не в операционных, а то было бы совсем страшненько из разряда недовольные. Сами понимаете, насколько недовольные могут довести чего-либо до кого-либо и как это вообще потом выявить на живых. Ну, если мы углубимся именно в такой вариант развития событий. Понятное дело, что я, естественно, не призываю к себе проблемы на попу, но яростно слушаю все эти рассказы о том, что он, проходя мимо определённых кабинетов в нашей больнице, видит некую тень. При том, что, в принципе, там никого сейчас не должно быть. И этот человек не боится сидеть в темноте в других кабинетах. Интересненько, не приобретали? Я бы, блин, ребят, без света бы точно в каком-то кабинете не сидела, если мне вот так постоянно какая-то тень бы мерещилась. Вот, ну, ни разу. Свет – моя сила. В таких вот, как бы, моментах. Ну, давайте вспомним, да, то, что большинство всяких ужастиков основывается на том, что тени, естественно, приобретают силу в темноте. И, следовательно, только свет может их поразить. И вот он сидит спокойно себе в телефоне в тёмной комнате? Да нет! Я, естественно, начинаю понимать, что, скорее всего, меня разводят. И, как бы, вот эти истории понарастающие, которые, ну, будем честно говорить, стали друг на друга похожими, я им не верила. Хотя при этом всём человек полностью был в этом уверен. Что звонил призрак, что пытался дозвонить именно призрак, что звонят именно ему, что именно вот что-то именно с ним, с его телефоном, то есть никому другому, только ему. Ну, страшненько, понимаю. Я тоже бы удивилась. Я спросила, может, вы кому накосячили, и его дух, или я из-за озлобленной сущности пытается до вас достучаться? На что он сказал, да вроде бы нет. Я тоже лоб почесала, поняла, что, скорее всего, да. Потому что характер начальника такой достаточно смершенный. И если он даже кому-то накосячил, то этот кто-то бы ему, естественно, что-нибудь сказал. Ну, другая мысль пришла в голову. Скорее всего, кто-то просто хочет пообщаться и рассказать о своём недовольстве, раз он именно здесь тусуется и именно с ним. А начальник вроде как по работе с общественностью. Ну, вы понимаете, да? То есть он должен общаться. Общаться! Других-то не трогай, только его, следовательно, явно что-то хочет сказать. И тут я один раз осталась вместе с ним. И вот тут даже у меня мурашки пошли по коже, потому что никого, кроме нас, не было в здании вообще. То есть этажом выше пусто, этажом ниже пусто, с боков это всё наша территория, это всё наша больница, а, следовательно, никого. И когда-то при закрытых дверях по потолку начало что-то ходить и таскать мебель, при том, что на CCTV, которая на стоп на начальнику, нету никаких движений, поверьте мне, даже у меня Ванга начала щебетать. Мы переглянулись, посмотрели на CCTV, и там никого нет. Это было, конечно, синистеровенькое, но я так подумала, что мало ли, может, трубы там какие-нибудь, ещё что-нибудь похожий, звук, ля-ля-ля. Может быть, там, я не знаю, ветер дует и надувает. Но когда это повторилось, было, конечно, страшно. Потом было ещё веселее, ребята. Я осталась одна. То есть все ушли, осталась только ещё одна девушка вверху, которая должна была вместе со мной закрывать всё это. Но она сидела в углу, как говорится, ну не могло ничего произойти, а шорох происходил у меня прямо в комнате. Вначале шорох, потом звонки. Но я, естественно, за звонок, как бы, ответить не могу, тем более это телефон начальника. Следовательно, я просто их пропускала. Но когда звонок переключается на мой телефон, и это не автоматика, ребята, вот сейчас, на секундочку, это ни разу не автоматика. Когда, знаете, там с одной стороны взяли, он там идёт по нисходящей. Нет. Звонили-звонили на телефон начальника, а потом резко начали звонить мне. Ну что, я взяла и подняла трубку, потому что только наши могут знать, что здесь сижу я, потому что никуда не на другие телефоны, на мой же позвонили. Они знают, что здесь сижу я, иностранка. И, следовательно, если они скажут моё имя, я пойму, что, значит, что-то надо. Надо сейчас быстренько куда-то пойти, взять какие-нибудь лампочки, там, я не знаю, сделать срочно какой-то переводик, там, и так далее. Правильно, да? То есть, ну, сейчас что-нибудь не дадут. Задания, короче, ценные указания, товарищи. Я беру телефон, говорю, естественно, на корейском, всё, здравствуйте, да, я слушаю, и там тишина. Я такая, начальник говорит, вы, там тишина. Я там переспрашиваю всех, кто, по идее, мог бы сюда позвонить, зная, что здесь сейчас нахожусь. Я тишина. Я как бы говорю, что вас не слышно, типа, время работы закончилось, типа, перезвоните завтра. И кладу трубку. Мне перезвонили. Снова тишина в трубке. Но я решила приколоться. Ну, понимаете, чтобы я и не прикололась, даже если это призрак, или даже клиент. Упс. Я сказала примерно такую фразу. Если вы хотите поговорить, то говорите. Призрак вы или человек, мне наплевать, пытайтесь со мной поговорить, давайте пообщаемся. И тут положили трубку. Вопрос. Или человек прикалывался на телефоне, либо действительно дух на моё, ну, давай поговорим, решил отказать мне в разговоре. Но мне было немножко страшно, конечно, что я всё-таки одна была на данный момент в комнате. И после этого, вы не поверите, я начала в той самой комнате, где начальник периодически видит тень, тоже видит тень. Но в большинстве случаев, на самом деле, это живой человек, это на самом деле там просто около компьютера находится один из наших работников, но не всегда. Фишка в том, что периодически, когда я мимо там прохожу, постоянно идя именно в офис, спрашивая начальника, а там сейчас кто-то есть? Нет. И у меня мурашки по коже, получается, я видела некую тень, потому что там никого сейчас нет, никто не выходил, не заходил в течение последних 20 минут. А я только что прям прошла, вот буквально за одну минуту, а там тень. Ну, вы понимаете, да? То есть, синистереймс. Ну, как бы я, естественно, не особо сильно напугалась, хотя, конечно, зашевелились все возможные мурашки по всему телу. Было немножечко странно. Я поняла, что у нас действительно есть какой-то такой призрак в нашей замечательной больнице, но по какому поводу, не ясно, раз на разговор не идет. И явно добивается непосредственно начальника, то есть не кого-либо, а именно начальника. То, что я тут попыталась поговорить, ничего не вышло, это уже другой разговор, потому что, ну, видимо, я такая, да, пугающая женщина, спасибо. Вот, поэтому, ребята, вы не поверите, этим все не заканчивается, до сих пор происходят какие-то непонятные шорохи, даже тогда, когда их не должно быть, непосредственно в определенных только местах. То есть, я понимаю, если бы там, знаете, там слив был, там, не знаю, ветер гуляет, там, я не знаю, ну, знаете, ну, вы же, места, где, по идее, там это может быть естественным образом поданный звук, а это те места, где она не может это побыть. Либо там кто-то живет, простите, да, либо там кто-то пытается создать некие интересные движения, весьма страшненькие. Причем это всегда только на двух этажах, то есть это шестой, седьмой этаж. То есть на других этажах ничего такого не происходит, никто ничего такого не рассказывал, ни медсестры, никто ничего, только вот эти два этажа. Что там было до этого, мы не знаем. Во всяком случае, что нет, как они знают, я не знаю. Я пытаюсь выяснить, что же было до того, как они переехали сюда, на этих этажах, чтобы понять, может там кто-то когда-то до переезда больницы накосячил, этот кто-то пытается что-то рассказать, либо я не знаю. И почему он тогда так сильно приклеился именно к начальнику нашего отдела, а не к директору, одному, второму, третьему, четвертому? Почему именно начальник? Потому что он по работе с общественностью или что? Вопрос, конечно, очень интересный, кстати, ваши додумки, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, потому что мне тоже очень интересно, почему именно он? Чем он так накосячил? Либо чем он так привлек? Весьма интересная, на самом деле, вещь, но я думаю, приключения будут продолжаться, и когда я наберу достаточной информации, я вам расскажу, что было до этого, и какие у меня есть на данный момент догадки, потому что в данном случае я могу описать примерно так, что некто пытается связаться непосредственно с начальником, потому что он, ну, вы понимаете, по части связи с общественностью, он пытается с ним что-то, наверное, наладить, ввиду своей прошлой работы, либо своего возмущения. При этом, как мне досталось это, я тоже не понимаю, потому что я по большей части чисто дизайнер, делаю видосики, переводики, там, да, ну, окей, переведу русский-английский вариант соцсетей для них, и все, как бы, да, ну, периодически с англоговорящими, соответственно, пациентами разговариваю, хотя это так, дополнительная, как говорится, фишка моей работы, поэтому, что он ко мне, как бы, позвонил, и что отвалился-то, я, может, поговорить попыталась бы, ну, наверное, напугала тем, что иностранка, не знаю, ну, в общем, я пыталась поговорить, мне было страшно, я ничего не могу сказать, потому что, знаете, все, что тебе неизвестно, оно всегда пугает, и если вас что-то неизвестное не пугает, значит, вы камень, потому что меня пугает, и мою вангу тоже пугает, такие вещи, и это нормально, ну, знаете, типа, ощущение самосохранения какого-то, вызывающий страх, соответственно, ты начинаешь пытаться найти выход из данной ситуации, спасти свою вангу, как-то так, вот, не знаю, почему все встало, но тени я периодически вижу, поэтому, ребята, что поделать, узнаем, что было там до этого, и кто, возможно, это делает, хотя, по моим соображениям, скорее всего, женщина, потому что, ну, мужики, призраки, их очень мало, сами понимаете, в основном, это женщины, недовольные своей жизнью, ну, или дети, да, но об этом как-то в другой раз, и если вы досмотрели до этого момента, все еще не знаете, что это за образ, это Ахри, из League of Legends, ну, такой мой вариант, как бы, как смогла, так и сделала, будем честно говорить, и, конечно же, она очень сильно хорошо подходит для таких рассказиков про всяких призраков и нечисть, как-никак, она является демоном, м-м-м. Ну, а на этом все, ребята, не забудьте подписаться на мой канал, поставить пальчик вверх, оставить свой комментарий, угадали, не угадали, и увидимся в следующий раз, в общем-то, в призрачной, или просто, Story Happens. Пока-пока! Нет, нет, понимаешь, что я могу кого-то напугать, особенно сейчас, когда я стала жить, просто жесткая, как на датчико, вот, но чтобы еще и призраков отпугивать тем, что я хочу с ними поговорить, хотя, на самом деле, не хочу с ними говорить, но просто предложила. Вот это интересно.